Вы смотрите Вести Анадрес. С вами Анна Мартяшкина. Здравствуйте. Сегодня губернатор Роман Копин в ходе 23-й сессии окружной думы представил свой ежегодный отчет о работе правительства в минувшем году. Глава региона остановился на основных экономических показателях и подчеркнул социальную направленность окружного бюджета. В этот раз свой ежегодный отчет о работе правительства губернатор Роман Копин сформировал на основе 10 главных этапов развития Чукотского автономного округа, которые в первую очередь касаются социальной стабильности региона. Каждый третий житель региона является получателем тех или иных мер социальной поддержки. Особое внимание уделяем вопросам материнства и детства. Рождение ребенка – это очень важный вопрос в семейном планировании. Как правило, при рождении один из родителей уходит в декретный отпуск, и доходы семьи снижаются. В таких случаях поддержка государства очень важна. Поэтому только на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 450 миллионов рублей. При этом число многодетных семей постоянно растет. Из 2015 года увеличилось на 17,2%. Сейчас составляет свыше тысячи семей. В округе на протяжении многих лет сохраняется положительный естественный прирост населения. Ожидаемая продолжительность жизни на Чукотке составляет 66 лет. По предварительным оценкам, этот показатель за 2018 год вырос незначительно. Роман Копин отметил, что это напрямую связано с недостаточно высоким качеством предоставляемого медицинского обслуживания и низким охватом диспансеризации и профилактикой. Среди стоящих перед здравоохранением округа задачи информатизация и сбалансированная кадровая политика, в частности, привлечение специалистов по программе «Земский доктор». Губернатор остановился на вопросах образования. Доля школ с современными условиями обучения в округе составляет 85%. Но около 200 сельских ребят в Анкареме и Айоне еще учатся далеко не в лучших условиях. Новые учебные заведения необходимо построить также в селах Островное и Ильерней. В Анадре возведение школы на 500 учеников должно начаться уже в этом году. Говоря об определенных успехах в сельском хозяйстве, губернатор подчеркнул, что в льневодство и морзверобойный промысел вкладываются большие деньги, зарплаты работников растут. Улучшились показатели рыбохозяйственного комплекса. В 2019 году необходимо увеличить переработку, расширить ассортимент и увеличить доходы бюджета. Говоря в целом об экономике региона, Роман Копин уточнил, что основой инвестиционной политики остается стратегия социально-экономического развития округа до 2030 года. Для старта и реализации всех проектов активно используем инструменты развития режима Тора и свободного порта Певек. Расширены границы вновь созданного Тор Чукотка. В работе находятся более 50 проектов с общим объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей. В округ пришли новые инвесторы. Компания Казминералс будет добывать медь на Баемском месторождении. На Восточном экономическом форуме в ушедшем году президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт освоению месторождения. Губернатор подробно осветил вопросы развития энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства. Регион последовательно реализует намеченные планы, внося необходимые коррективы. Чукотка ждет плавучую атомную теплоэлектростанцию, развивает Чаунско-Белиминский энергоузел, строит дорогу от Магадана до Анадыря. Неожиданный проект реализуется в Анадырском районе. Там появится электростанция на солнечной энергии. Растет транспортная доступность региона, появляются новые маршруты, ведутся ремонты аэропортов. В целом депутаты положительно оценили работу окружного правительства в 2018 году. Несмотря на некоторые трудности, регион развивается, идут инвестиции, улучшаются условия жизни. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Служба информации.